Эфир телеканала Беларусь4 продолжает де-факто. В студии Руслан Габрилёв. Здравствуйте. В Гомеле при исполнении служебного долга погиб сотрудник ГАИ. Инспектор дорожно-патрульной службы, преследуя нарушителя, попал в ДТП на служебном мотоцикле. 30-летний сотрудник нес службу по обеспечению общественного порядка и безопасности дорожного движения в составе двух инспекторов дорожно-патрульной службы ГАИ. В половине седьмого вечера в поле зрения его группы попал мотоциклист. Требования об остановке байкер проигнорировал. Милицейский мотопатруль, включив маячки красного и синего цвета, а также сирену, стали преследовать мотоцикл «Хонта» без регистрационных знаков. Водитель данного транспортного средства не остановился на законные требования сотрудников. Мотоциклисты выехали на улицу Федюнинского, и один из сотрудников, следуя по левой крайней полосе, совершил столкновение с легковым автомобилем, который совершал разворот. Машиной управлял гомельчанин 1957 года рождения. В результате столкновения автомобиль отбросил на встречную полосу, а мотоцикл загорелся. Тяжело травмированный инспектор был доставлен в реанимационное отделение Гомельской областной клинической больницы, где в итоге скончался. Водители пассажира автомашины Ниссан Кашкай не пострадали. Впоследствии был задержан и водитель мотоцикла, спровоцировавший погоню. Им оказался 20-летний житель Речицы, не имеющий прав на управление мотоциклом. Он неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. Управлением Следственного комитета по Гомельской области возбуждено уголовное дело. В Мозырьском районе на приусадебном участке в водоеме утонул 6-летний ребенок. Ужасная трагедия произошла 1 мая в деревне Ясенец. Мальчик вместе с мамой, бабушкой и дедушкой приехали на дачу, чтобы сажать картошку. Взрослые занимались посадкой, а ребенок, играя, стал носить воду в детском ведерке из небольшого водоема, вырытого для полива огорода. Во время работы на домашнем подворье при посадке огорода родители и родственники отвлеклись, не заметили, как 6-летний мальчик отлучился в район Копанки, которая находится на домашнем подворье. И когда стали искать, обнаружили его в воде. Взрослые попытались спасти мальчика, но безуспешно. Прибывшие на место трагедии сотрудники скорой медицинской помощи констатировали смерть. Гибель ребенка в Ясенце не единственное ЧП с участием несовершеннолетних, которое случилось 1 мая. В этот же день также потребовалась помощь ребенку из Рогачева, у которого зажало руку в скамейке на остановке по улице Интернациональная. К счастью, обошлось без негативных последствий. У мальчика 2015 года рождения рука была зажата в скамейке. Работники МЧС при помощи специального оборудования разжали перемычки скамейки и освободили ребенка. Предположительно, курение в постели послужило причиной пожара в Добружском районе, в котором пострадали супруги. Мужчина выкурил свою последнюю сигарету, женщина была госпитализирована. У нее еще есть шанс, чтобы сделать выводы. Сегодня около 8 утра спасатели Добружского районного подразделения МЧС были вызваны на тушение пожара в трехэтажном жилом доме в деревне Иговка. В подъезде наблюдалось незначительное задымление. При проведении разведки звеном газодымозащитной службы в квартире на горящей кровати был обнаружен мужчина 1962 года рождения. На второй кровати была обнаружена женщина, хозяйка квартиры 1964 года рождения. Она была вынесена на чистый воздух и передана работникам скорой медицинской помощи, после осмотра которыми женщина с предварительным диагнозом отравления продуктами горения была госпитализирована в медицинское учреждение. В результате пожара повреждена кровать, постельные принадлежности, закопчены стены в жилой комнате. Причина пожара устанавливается. Одна из рассматриваемых версий – неосторожное обращение с огнем при курении. Проверку проводит следственно-оперативная группа, назначен ряд экспертиз. Такой обзор происшествий к этому часу. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Руслан Габрилев, благодарю за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин